не бойтесь быть русскими это не зазорно это правильно комфортно и полезно для нашей души я сегодня думаю что-то упал взгляд одел рубашку на вологодич не купил такая рубашка разрез такой веревка вот поясок работаю потому что то солнце то тучи то ветер ну вот в ней комфортно потому что я пилю вот увеличиваю курятник он у меня . стоит с бензопилой там и прочей лопатами вот но я не другом вам хотел сказать о том что за знать как комфортно особенно когда я взял топорик и стал там подтесывать кстати советский эти как вот стал подтесывать я поймал себя на мысли дорогие мои что все и спориться и найти как 1 к 1 к одному вот вот так еще можно да вот подальше отойду кстати лопнула у меня обух о топоре ну неважно надо будет подварить вот ну вы видите что я не играю не как там новым много много терминов новых до всяких иностранных а по-русски не не я не фразер не лицедей вот я просто вам сообщаю докладываю о том что комфортно что нет а вы уже сами принимаете решение согласиться со мной или отказаться от моего варианта того или иного поэтому не будьте не бойтесь не будет не думайте что вы будете смешными понимаете вот одно к одному также как но сейчас понятно же мало кто крестится на храма и то что они захвачены пиратами вот но раньше когда я был моложе еще до гундяева когда еще ридигер был я уже был воцерковленный у отца василия ермакова часто мы видели когда человек крестится и правильно крестится на храм а вы обратили внимание что это третье вот топор она рубашка 1 да ну крест помнишь креста на тебе нет а что это значит а креста это крест должен быть это вот он символ нашей победы распятие креста христа и победа его над смертью над дьяволом вот первое смотрите рубашка зашла потом топорик я вам показал рабочий топорик хороший который звенит а потом я перекрестился на крест на купол и и как все легло да вот она святая троица получается здорово так что не бойтесь потому что враги россии враги русских хотя русские прилагательное но это ладно все все у всех существительное все у всех национальность только у нас как почему-то прилагательный ну это ладно суть то не в этом так сказать враги православия враги россии специально подменяют понятия запутывают фальсифицируют документы в архиве и прочее прочее пугают воспитывают абы как окупать территорию население которое где они находятся тот доступ который они имеют население через образование через медицину через средства масс информации делают что могут но вот на то поколение которое вот я 66 года вот это поколение которое жила которая помнит жила при советском союзе которые помнят и еще и пимена некоторые помнят 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 следующих патриархов вплоть до последнего как я называю алексея второго редигера хотя некоторые считают что и он уже был он забаловался храме в париже уже с католиками потихонечку стал баловаться вот но я все равно считаю что он вот был последним вот это поколение она и наверно держит держит россию православную и это поколение должно сыграть она играет и должно сыграть свою ключевую роль потому что это закваска тут николай акимыч стрелецкий ваш знакомый хороший прислал мне ну по ватсапу мы картинки там всякие звуковые файлы обычно или по поздравления какие-то или интересные цитаты вот только что мне прислал я сейчас вспомнил про него и про него знаете как сказали уходящая натура вот это не обидно я тоже уходящая натура но мне 60 еще нет будет через два года но мы не уйдем мы будем мы будем до конца будем помогать своим детям своим внукам у кого кто вам потому что николай акимыч стрелецкий и и же с ним это закваска земли русской но кто жив я имею ввиду еще да вот церкви цепов и рей вот там пожалуйста владимир шувалов олег кипрушкин и рей андрей соковых у кого я кормляюсь уже на протяжении уже 10 лет нам последних после гаваны вот и много еще не буду называть еще там десяток имен это закваска и без нее невозможно будет и чтобы настоялось тесто тем более его приготовить в печи будем жить не стесняйтесь быть русским ваш евгений лопатин